Доброе утро, дорогие друзья! Учительства не могут быть уволены в связи с сокращением штата или численности работников беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие женщины, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, либо детей инвалидов до 18 лет, либо иные лица, которые воспитывают указанную категорию детей без матери. Четыре категории? Да. Скажите, а вот как это применяется к беременным женщинам? Для того, чтобы подтвердить факт беременности, конечно же, он должен быть подтвержден самим работником. В этом случае работник не может ссылаться только на какие-то устные сообщения работодателю и требуется медицинское заключение о наличии беременности сроком не менее 12 недель и более. А вот такое понятие, скажем, как «одинокая мать», каким образом это определяется? Что является критерием в обозначении «одинокого мать»? Это отсутствие отца у ребенка или вообще отсутствие брака как такового? В жилищном законодательстве предусмотрено, что «одинокая мать» – это женщина, воспитывающая ребенка или детей вне брака, то есть не состоящая в браке. Поэтому наличие у ребенка, отсутствие или его отсутствие никак не влияет на статус «одинокой матери». Если вы женщина, которая имеет детей, воспитывает их самостоятельно и не состоит в браке, то в соответствии с законом вы признаетесь «одинокой матерью». И в этом случае, состояли вы ранее в браке или нет, не имеет значения. А вот интересно, в отношении мужчин. Ведь не секрет, да, Жень, что есть мужчины, которые самостоятельно, без матери воспитывают детей? Ну вот такой печальный навредок, вдовцы вот есть, да, допустим. Мужчины, которые сами воспитывают ребенка, будут потерять ребенка. Они могут быть сокращены? Действительно, вот такие объективные причины существуют. И такие отцы или иные лица, которые воспитывают детей без матери, такое тоже возможно. Такие лица, они могут быть сокращены по причине, значит, сокращения численности, уволены по причине сокращения численности в штата работников. Если дети, которых они воспитывают, они достигли возраста 14 лет, либо имеют вот ребенка-инвалида, возраст которого не достиг 18 лет. Большое спасибо. Вот интересно, а почему, то есть вот до 14 лет, а если инвалид, то до 18 лет, да, получается так? Ну, я думаю, что это по объективным причинам, поскольку это связано больше с воспитанием и с обслуживанием ребенка. Все-таки мы должны понимать, что дети-инвалиды, они требуют большего внимания и они требуют большего времени. Спасибо вам большое, Жанара, что вы так замечательно просвещаете наших зрителей. Друзья мои, пожалуйста, знайте ваши права и обязанности. И не дай бог, чтобы кто-то вдруг, не вернувшись из отпуска, вдруг не обнаружил, что его вдруг внезапно уволили. Не имеют права этого делать. Отдыхайте хорошо, а мы продолжаем.